Победный 2020 год «Для нас, россиян, будет годом памяти и славы» Владимир Путин подписал соответствующий указ в целях сохранения исторической памяти и вознаменования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Документ опубликован на сайте Кремля. Организацией проведением всех мероприятий, приуроченных к юбилейной дате, займется Общероссийский организационный комитет. Он так и называется «Победа». А правительству поручено за месяц разработать и утвердить план основных акций и торжеств, которые пройдут в год памяти и славы во всех регионах страны. Дальше в эфире новости короткой строкой мы расскажем о богатстве и бедности, о работе и хороших зарплатах, а еще о том, кого из ямальцев возмущает настоящее свинство. В России самый высокий уровень дохода зафиксирован у жителей Ямала-Ненецкого, Ненецкого и Чукотского автономных округов. А вот скромнее всего живут в Тыве, Калмыкии и на Алтае. При этом доля населения, которое находится за чертой бедности, выше в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке. За чертой крайней бедности в Тыве и Ингушетии. Для исследования взяли соотношение среднедушевых доходов населения в месяц к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом регионе в 2018 году. Подробности и инфографику ищите на нашем сайте НУР24. Кому в России труднее устроиться на работу? Самые большие сложности у начинающих специалистов без опыта. Таких резюме 9 на одну вакансию. Почти так же сложно искать работу юристам, журналистам и топ-менеджерам. От них приходит по 7-10 резюме на место. А вот представители рабочих специальностей и IT-специалисты очень востребованы. На одну вакансию претендует 1,5 и 2,5 резюме соответственно. Зарплату им готовы предложить от 110 до 140 тысяч рублей в месяц. В Лабытнанке на одной из детских площадок гуляют вовсе не дети. Очевидец разместил ВКонтакте фото, которое не оставило равнодушным жителей города. На снимке 5 свиней, которые вполне комфортно устроились в игровой зоне. Пользователи тут же отреагировали на такой поросячий досуг. Они пишут, свинство какое-то. У нас во дворе детям играть негде, а этих никто не контролирует. Обидно как-то. И вот еще цитата. У нас настолько богатый регион, что даже для свиней строят площадки. Яхта «Сибирь», которая отправилась в кругосветное путешествие из Омска, сделает остановку в Салихарде. Судно покорит 4 океана. Отважные мореплаватели намерены преодолеть 45 тысяч миль и зайдут в 40 с лишним портов. В походе они пробудут 15 месяцев. Возвращение домой запланировано на октябрь 2020 года. Наталья Риховских, телерадио «Сигма» для НУР-24. И еще одна новость короткой строкой. 9 июля исполнилось 15 лет тюменской матрешки. В этот день был подписан договор между Тюменской областью, Хмао и Янао. Тогда свои подписи в документе поставили руководители регионов Сергей Собянин от Тюменской области, Юрий Ниелов от Ямала и Александр Филипенко от Югры. Этот договор позволил области получить колоссальное развитие, а округам дал полную самостоятельность и продолжение развития. Действует множество программ – жилищные, медицинские, дорожно-транспортные и другие, которые дают всевозможные преференции жителям трех регионов. Тендер выиграли местные дорожники и компания «Уренгой Дорстроем». 9 июля в Салихарде подписан договор строительного подряда на реконструкцию Новоуренгойского аэропорта. В церемонии приняли участие губернаторы Ямала, руководители российского холдинга аэропорта регионов и подрядные организации. Уникальность события в том, что это первый в России проект развития инфраструктуры воздушного терминала по закону о консессионных соглашениях. Проверить ход строительства в городе. Глава Нового Уренгоя Иван Костогрис решил осмотреть объекты жилищного и социального значения. Тему продолжит Андрей Романов, который присутствовал при осмотре. Это дело не пойдет, ребята. Построить быстро и качественно в северных условиях. Глава Нового Уренгоя делает объезд строительных площадок. К возведению инклюзивного садика особое внимание. Это первый подобный объект на Ямале. Главу города волнует благоустройство территории. Все равно будет дождь, будет смывать и постепенно дойдет до ограждения. Надо осуществлять. По этой стороне, где выше, да. Надо посмотреть, где низко, полого сделать, и будет нормально. А вот эта высота, безусловно, сползет все. Не будет держаться. А это уже другой объект. Здесь жилье возводится в Далевку. Сейчас идет активная работа. Ведь лето в нашем северном регионе вносит свои коррективы в строительство. Сертификаты уже идут практически каждую неделю. Приходят сертификаты для бюджетников по субсидии. Поэтому это здорово. Отрабатываем, да. А учитывая то, что у нас на рынке сегодня не так уже много, застройщиков, которые работают на реализацию. Ну, поэтому у вас хороший сегодня задел и перспектива. В новом Уренгое активно идет субсидирование бюджетников для приобретения жилья. Это вызывает дополнительный спрос на строительном рынке. Глава города попросил ускорить процесс сдачи дома, чтобы новоселы смогли заехать сюда как можно раньше. Изначально же сдача дома была запланирована на 4 квартал 2020 года. Андрей Романов, Феликс Росиген, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. Благоустройство в одном из микрорайонов города заканчивается. Мы поинтересовались у подрядчиков, как продвигается строительный процесс. А еще обнаружили на площадке кое-кого из будущих специалистов, а пока еще студентов-практикантов. Это Леонид Лубков. Парню 21 год. На профессиональной строительной площадке он работает впервые. В этом году во время летней практики решил осваивать азы дорожного ремесла именно в новом Уренгое. Сказали друзья, товарищи, сказали отличные условия для студентов, созданные здесь. Благоприятные условия для проживания и ежемесячная зарплата. Также дружный коллектив мастеров, которые задачу поставят и как ее выполнить расскажут и покажут. Леонид не единственный для кого подготовили такие условия работы. Студенты на практику в Новую Уренгою приезжают довольно часто. Мы уже работаем порядка 12 лет со студенческими отрядами. Сегодня на наших объектах трудится 158 человек, которые приехали именно от студенческих отрядов. В газовую столицу ребята съезжаются из Кургана, Омска и других городов. Сами студенты признаются, что полученный здесь опыт – большой бонус в их личную копилку. Сейчас, например, студенты занимаются установкой бортовых камней, устройством основания и озеленением территории. Рабочий день у нас начинается с 8 часов утра и заканчивается в 7 часов вечера. Мы занимаемся отсыпкой дорог поверх щебня. После грейдера мы раскидываем лопаты в тех участках, там, где не может подобраться техника. Приехал я в Новую Уренгою не первый раз. Прошлый год приезжал в качестве бойца, но в этом году уже в качестве командира отряда. Участок, на котором трудятся студенты, сейчас – микрорайон Советский. Здесь благоустройство должно завершиться уже в середине июля. Работы выполнены уже сейчас на 70%. Это основные работы по замене асфальтобетонного покрытия, по замене новых бортовых камней, по устройству дополнительных парковочных мест, по устройству зеленых зон и также детских площадок. Пока мальчики работают на строительной площадке, девочки взяли на себя работу с документами. Расскажи, пожалуйста, что входит в ряд ее задач. На данный момент я принимаю людей на работу, провожу инструктаж, записываю их журналы, выписываю им удостоверение. Рассказываю также, что нужно делать на рабочем месте, что нельзя. Практику Анастасия проходит впервые. Девушка признается, несмотря на понятное волнение, уроки старших осваивает быстро. Если я что-то не понимаю, я, естественно, лучше обращусь к непосредственному руководителю и уточню, чтобы не было каких-то грубых ошибок. Ну а помогают пока еще неопытным практикантам специалисты, которые некогда и сами приехали в Новую Уренгой в качестве студентов и также осваивали сложную стезю. Вот одна из бывших практикантов Уренгой Дорстрой. Теперь полноценный работник с официальным стажем 8 лет. Хочется их научить, показать, что умею передать, может, опыт свой. Я, когда на практику приезжала, я так же делала, как и они. Сейчас, конечно, с опытом быстрее испытания делаются. В этой лаборатории Виктория опытным путем проверяет качество и класс, используемых для строительства материалов. Девушка признается, хоть работы и много, время на обучение младших всегда найдется. Тем более большинство из них с полученным багажом знаний всегда возвращаются уже в качестве сотрудников. За работой дорожников наблюдали Лала Гасанова и Феликс Россихин. Телерадио компания «Сигма» для НУР-24. Лейле Мухтаровой снова нужна помощь. Уже больше года продолжается лечение онкобольной девочки из Нового Уренгоя. Сейчас она вместе с родителями находится в Израиле. У Лейлы злокачественная опухоль сетчатки. К сожалению, три курса химиотерапии результата не дали. Врачи собираются удалить ребенку глаз. Деньги на реабилитацию ребенка можно перечислить на номер счета. Он указан на сайте НУР-24. Ну что, жара на улице спала, а вот накал страстей по поводу предложения жительницы Нового Уренгоя не утихает. Она предлагает на законодательном уровне ввести стихийные выходные в те дни, когда на севере плюс 30 и выше. А что думают об этом предложения горожане? Мы не стали гадать и провели опрос на сайте НУР-24. Мнения, подкрепленные цифрами прямо сейчас. Какой может быть выходной? Плакать будем, когда получим зарплату. Отпуска для этого есть. А то так и до отмены полярок может дойти. Вот примерно такая позиция людей, которые проголосовали против. Их оказалось 12%. Еще примерно столько же респондентов вообще не поняли вопроса. Зато подавляющее большинство проголосовавших готовы хоть прямо сейчас поставить свою подпись под петиции. Ну и оставшиеся 2% совмещают приятное с полезным. Они не упускают возможности пожарить мясо в обеденный перерыв, причем рядом с офисом. И в продолжение темы. Интересно, а как у них за рубежом обстоят дела с рабочим процессом в летнюю жару? Подробности этого знойного вопроса в нашей традиционной рубрике. Сиесте. Это явление мало кому нужно объяснять. После обеденный отдых является общей традицией для стран с жарким климатом. На это время закрываются магазины, города вымирают. Испанская сиеста самая продолжительная. Она длится с часу дня до пяти вечера. В Италии, например, принято днем отдыхать во время летнего зноя с часу до трех. А вот в Мексике работодатель не обращает внимания на жару. Мало того, что у них самая продолжительная рабочая неделя в мире, в Мексике еще один из самых коротких в мире оплачиваемых отпусков. Индия – еще одна не самая холодная страна. Здесь вовсе нет никаких ограничений продолжительности рабочего дня и нет гарантированного минимального оплачиваемого отпуска. В Нью-Йорке стал популярным День психического здоровья. Это когда сотрудник не прикидывается больным, а без объяснения причин просит у руководства День для передышки, чтобы набраться сил. И надо сказать, что это находит взаимопонимание у начальства и коллег. Интересно, а что будет, если жители Нового Уренгоя все вместе попросят у руководства День психического здоровья, чтобы провести время на пляже? Любовь Ломак, Андрей Романов, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. Владимир Путин поздравил волейболистов Вячеслава Красильникова и Олега Стоеносского с победой на чемпионате мира по пляжному волейболу, который проходил в Германии. Вот что говорится в поздравлении президента, цитирую, «Вы наотлично выступили в Гамбурге, продемонстрировали по-настоящему лидерский характер и мастерство. И, конечно же, ваш успех – это весомый вклад в развитие и популяризацию этого зрелищного вида спорта в нашей стране. Желаю вам новых достижений и всего наилучшего». Напомню, ямальские пляжники Красильников и Стоеноски выиграли чемпионат мира. В финале российский дуэт взял верх над хозяевами соревнований. Победа на турнире помогла сборной России получить лицензию на Олимпийские игры 2020 года. Под Новым Урингоем прошел турфест. Любители спорта и здорового образа жизни соревновались в туристических дисциплинах. А это не только полоса препятствий, но и традиционные песни под гитару. С участниками отправилась в тундру и наша съемочная группа. «Раз, два, три! Внимание! Марш!» Двое суток в тундре турфест в этом году собрал восемь команд. Всего около 120 человек. Его организаторы – сотрудники завода по подготовке конденсата к транспорту. Они любят арктическую природу и активный отдых. А 35 лет назад в подобных условиях жили и работали первые заводчане. Сейчас же умение обустраивать быт среди тундры – дань памяти первым тяжелым годам освоения этой земли. Тяжело ночь было здесь провести? Да нет, в принципе нормально. Я думаю, есть только тяжело из-за того, что солнце не заходит и не можешь ты уснуть в палатке. Только это, наверное, как сложно. Специалисты завода по подготовке конденсата к транспорту знают не только, как превратить газовый конденсат в топливо, но и как с пользой для души и тела провести выходные. Ни секунды свободного времени, сразу после прохождения полосы препятствий, подготовка к конкурсу песен. Фишка команды предприятия-организатора – это сплоченность. Туристы всегда привозят на турфест своих детей. Как тебе здесь? Полосы. А что особенно понравилось? Все. Все, особенно еда? Да. С погодой повезло. Ветер не давал разгуляться комарам, хотя они не оставляли попыток атаковать туристов. Это все уже не замечается, когда ты активно, когда ты бегаешь, и у каждого есть в команде свое задание. В общем, это все становится второстепенным. По традиции туристический фестиваль собирает дочерние организации «Газпрома» из Нового Уренгоя. В этом году впервые в турфесте принимает участие команда администрации «Газпромпереработка». Для сотрудников предприятия такие редкие встречи очень важны. Ничто не заменит личное знакомство. При личном знакомстве налаживаются, устанавливаются связи, которые в будущем, как нам, очень помогают решать производственные вопросы. Да и ныне только производство, любые вопросы. Еще одна команда, которая в этом году открыла для себя туристический фестиваль, это представители одной из коммунальных компаний города. Правком организации узнала проведение фестиваля, и сотрудники решили участвовать. Организация отличная, люди приветливые, хорошее настроение, все как бы за позитивный отдых, улыбаются, общаются, шутки шутят. Как бы отношение к природе хорошее, не мусорят. Тим-билдинг, игра на сплочение. Тут важна командная работа, и это поможет при решении производственных задач. Еще одна особенность турфеста – отношение к экологии. После проведения фестиваля команда не только убирает территорию лагеря, но и близлежащие места. А в следующем году молодежь завода по подготовке конденсата к транспорту отправится в тундру вместе с другими командами, чтобы вновь испытать свои силы. Андрей Романов, Владимир Гайнзо, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. Это все, о чем мы успеваем вам рассказать. Дальше в нашем эфире хроника преступлений и происшествий в программе «Патруль». А я с вами прощаюсь. Пока и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова